Ред флаг или красный флаг это действия или слова, которые противоречат моральным нормам, принципам, ценностям или логике встроенных взаимоотношений. Сейчас тикток буквально кишит видео о строгих нет в отношениях. Причем настолько, что выискивание психических расстройств у потенциальных партнеров буквально стало мемом. Однако есть ощущение, что многие местами подменяют ред флаги на вкус общинам. То есть есть разница считать красным флагом очевидного абьюзера, эмоционального или даже физического насильника или несовпадение в хобби, сериалах и стиле одежды. Прикольно. Ну давай, пока. Также еще одним трендом последнего времени стало секундное определение, что с человеком что-то не так по паре смс, анкете в соцсетях или неудачно брошенной фразе. Вряд ли все каким-то образом прошли курсы психологов. Да и кажется, сами психологи не так быстро ставят диагнозы. Но там есть очень много скрытых смыслов. Люди с тревожным типом привязанности. Совершенно непонятно, каким спортом он занимается. Меркантильный и тут мимо. Такое употребляться, то есть... Ну что ты, черт побери, такое несешь? Однако объективные ред-флаги все же есть. Издание The Village Kazakhstan с психологом Saulintitl.gz назвали топ тревожно-звонковых отношений. Это отсутствие эмпатии близких отношений, смена настроения, скопость, гендерные стереотипы и предвзятость, отсутствие сексуальной близости и изоляция вас от общества. Также в статье рассказывается о тревожных сигналах в работе с психологом. Ссылка на издание будет в инстаграме под видео. А что для вас красный флаг в дружбе или отношениях? Не забудьте написать в комментариях.